мера меру надо знать да по мере ли бега все по мере сил бывает а мне бывает по мере ли бега так вот значит сейчас я попробую совсем толково рассказать что такое мера а точнее я расскажу такое мера 0 потому что на самом деле затык обычно начинается именно в этом месте а именно мера 0 чаще всего вот если о чем-то говорят там какие-то утверждения мера 0 возникает первую очередь что означает множество меры 0 множество на плоскости или прямой давайте начнем с очень простого потому что ну как бы начнем с простого с обычных объектов которые мы визуально ощущаем на r или r квадрат ну понятно что здесь на самом деле можно поставить r в кубе r 4 и так далее для желающих называется множеством меры 0 меры 0 если его можно покрыть покрыть целиком закрыть его так чтобы она не было видно системой интервалов но в случае с плоскостью кругов или квадратов там на самом деле как ни странно это не очень важно давайте я дам какое-нибудь определение там квадратиков квадратиков сколь угодно малой суммарной длины или площади соответственно длины скобках площади ну понятно если речь идет о прямой да тут тут сразу отсылка но как бы к тому что мы знаем мы знаем что на прямой измеряется расстояние на плоскости на плоскости у фигуры бывают площади значит соответственно мы говорим что умножество на прямой или умножить на плоскости мера 0 если она в бесконечное количество раз меньше по размеру ощутимому размеру чем типовой отрезок на плоскости или чем типовой квадрат там на типовой отрезок на прямой или соответственно типовой квадрат на плоскости ну давайте примеры приведем вот скажем на прямой все целые числа имеют меры 0 множество всех вообще целых чисел имеют меру 0 ну а как это доказать ну возьмем значит и вообще как бы как когда игру сколь угодно это значит для любого епсилон я могу найти соответствующую систему да то есть формально это будет означать для любого епсилон существует ну возможно бесконечная бесконечная система множеств я даже не пишу конечно ли бесконечная система множеств ну давайте от отрезков да тут интервала система интервалов интервалов суммарной длины меньше епсилон вот суммарной длины меньше епсилон это все вот начну давайте почему целые числа имеют меры 0 все целые числа как под множество прямой имеют меру 0 ну возьмем любое епсилон и заключим 0 в интервал длины епсилон пополам дальше единицу мы заключим в интервал длины епсилон на 4 а минус единицу в интервал длины епсилон на 8 двойку в интервал длины епсилон на 16 от минус двойку епсилон 32 ну и ясно что если я дальше буду следовать таким образом то вот эта система интервалов покроет целые числа целиком а суммарная длина это сходящийся ряд где епсилон выносится за скобку и остается одна вторая плюс одна четверть плюс одна восьмая плюс 1 16 единица поэтому этот сходящийся ряд равен епсилон а значит я сделал то что требовалось я покрыл ее ну то же самое можно сделать на плоскости с всеми например целочисленными точками тоже вот так покрывать квадратиками постепенно уменьшая уменьшая их площадь ну по кругу вот так вот их так как мы перечисляем да все точки плоскости вот если можно перечислить да какое множество на самом деле да лемма вот важная лемма для понимания любое счетное множество имеет меру 0 ну это как бы совершенно очевидно из аналогии приема то есть мы берем просто его перечислили счетное множество и дальше каждый следующий покрываем либо интервалом длиной епсилон делить на 2 венной либо соответственно квадратиком площадью епсилон делить на 2 венной просто все точки вот так перечисляем и сумма у нас равно опять епсилон и все доказано но неверное обратное даже на прямой есть несчетные множество меры 0 есть кантерово множество ну я думаю что может где угодно можете посмотреть википедии что кантру множество вырезается середина из трех отрезочков на которые равной части делится отрезок 01 потом из каждого такого тоже вырезается середина из каждого такого вырезать по середине ну и оказывается что если мы бесконечное число раз вырежем останется множество у которого мера 0 а мощность континуум то есть мощность как у всего отрезка целиком но на плоскости совсем очевидно там любая вот кривая например на плоскости а заданная каким-то разумным уравнением там с непрерывными непрерывным уравнением f x y равно 0 она всегда имеет меру 0 просто потому что вы можете ну кстати насчет непрерывности я загнул но чего точно достаточно это гладкости или кусочной гладкости значит непрерывности там могут быть разные кривые пианы и прочая дрянь а вот а вот если гладкости потребовать вот то есть дифференцируемость почти в каждой точке тогда мы как неявную функцию и а значит можем записать в виде там y равно fiat x в локально в окрестности каждой точке ну и уменьшая ширину то есть делаем кривую толстой но но при этом очень тонкой даты все на двумерная становится но очень тонкая но ясно что если чем дальше мы будем уходить тем более тонкую мы будем ее делать то в результате мы поместим ее в такую впоследствии труб сужающихся общей площади явно меньше эпсилон для любого эпсилон ну вот но очень много утверждений на самом математике идет про то что что-то с точностью до меры 0 определенного а вот но это основано на таких утверждений как то что объединение двух множеств меры 0 имеет меру 0 что несложно доказать и так далее с этим вы можете потренироваться в листочке которые мы приложим ну и в общем ничего на самом деле как видите страшного в этом нет меру 0 и меру 0 и интегрирование основано значит интегрирование всегда про меру 0 возникает утверждение там функция является интегрируемый если множество точек разрыва у нее имеет меру 0 но это интеграл по этому самому по риммону кажется да а по либегу то можно интегрировать и те которые разрывны во всех точках вот ну в общем дальше начинается да дальше начинается большое развитие теории но просто вот это что понимать что такое мера 0 но что значит мера множество это немножко более тонкая штука что мы должны зажать множество между двумя какими-то такими типовыми множествами какого-то хорошо осязаемого вида типа объединения например счетного числа интервалов такое что внутренняя имеет меру отличающиеся внутри множество вписать какие-то интервалы и наоборот вокруг множество описать до включить множество некоторое семейство интервалов и с другой стороны включить внутрь множество семейства интервалов так чтобы их отличие суммарной длины было меньше чем на эпсилон для любого эпсилон тогда мы говорим что множество непосредственно имеет меру но дальше бывает еще там некие хитрые приемы продолжения меры на множество которые таким образом меру не будут иметь очень добро пожаловать функциональный анализ одно могу сказать